Привет всем! Это канал 21 век, я его ведущий Саш Сериков и сегодня у нас на обзоре Vivo 20 SE. Так, что ж такое Vivo? Это саббренд компании BBK. Помните, раньше у всех дома стояли DVD-проигрыватели BBK? Так вот, Vivo это ее саббренд, который отвечает именно за мобильные телефоны. Посмотри, настолько же он крутой ламповый, как те старые добрые DVD-шники. Выглядит он просто потрясающе. Смотрите, какие переливы. И сделал он из пластика, хоть мы в это и не сразу поверили. Итак, пластиковая задняя крышка, по бокам у нас тоже хромированный пластик. Цвет называется графитово-серый. Есть он еще в голубом цвете, хотя зачем он нам? Итак, красота-тар-тата. В руке лежит он зачетно. Довольно тонкий, прям все классненько-классненько. Блок камер выпирает не сильно. Знаете, меня раньше это бесило, потому что он везде прям лез. А сейчас я уже привык, ну и ладно. Что у нас по интерфейсам? Type-C зарядка, 3.5 джек. Здесь у нас слотик для двух нано-сим-карт и флешки, качелька регулировки громкости и блокировка. Ну и как вы заметили, он чуть-чуть заляпывается. Углеродный след! Зарядка! Да вы что, кабель Type-C. Что? Наушники? Несмотря на то, что 21 век, это век беспроводных технологий, у нас есть проводные наушники. Спасибо, давненько мы таких бонусов не видели. Внешне очень похоже на сами знаете что. Ну, давайте послушаем. Ну, в общем, наушники, они есть. Все, в этом, собственно, вся их прелесть. Ничем они нас не удивляют, никаким звучанием. Это не совсем плохо, просто, ну, есть обычный утилитарный звук, который нам нужен для просмотра ролика и сообщения. Даже несмотря на то, что они проводные, а не блютузные. Слава тебе, господи. Так, что еще? Немножко билетристики. Чехол силиконовый. А вот такую скрепку я еще никогда-никогда не видел вообще. Ладно, давайте уже, наконец, к телефону. Ох ты же, ешкин же, штышкот. Это сладенькое слово АМОЛЕД. Это, в принципе, как бы не ожидаешь увидеть в телефоне за 300 баксов, хотя, на самом деле, сейчас их уже довольно много. Короче, чем же так хорош АМОЛЕД, повторю я вам. Здесь пиксели светятся, каждый пиксель прям светится. Классно из-за этого угла обзора, а еще офигенный отклик. Привет мобильным геймерам. Минусы. Мерцание. Особенно заметно, конечно же, на низкой яркости. Ну и, естественно, дисплей со временем выгорают. Больше минусов нет. Разрешение 2400 на 1800. Плотность пикселей 409 ppi. 16 миллионов цветов вы это и сами видите. Вот. Один, два, три. Ну и, не отходя от кассы, давайте сразу посмотрим, что у нас тут по сенсору. Да все отзывчиво. Ну, типа, во. Прям нормально. Ну и давайте посмотрим сенсор отпечатка пальца. Вы все видели. Ну а теперь давайте посмотрим на камеры. Вернее, через камеры. Здесь у нас 4 модуля. Давайте посмотрим, что у них там. Основная камера. 48 мегапикселей. Максимальное разрешение 8000 на 6000 пикселей. Диафрагма. 1,8. Поэтому вечерние снимки, в принципе, должны быть ничего. Вот вам летняя ночь. А еще тут есть дополнительный макромодуль. Вот, смотрите, мы сейчас снимаем с расстояния 4 сантиметров. И получаются у нас вот такие фоточки. Вот портретный режим на основную камеру. Отделил фон от меня достаточно хорошо. Проблемные участки такие же, как и у всех телефонов. От самых дешевых до самых дорогих. Фронтальная камера. 16 мегапикселей. Диафрагма 2.0. И прикиньте, здесь есть автофокусировка. Не на всех телефонах за такую сумму. Даже на основном модуле есть автофокус. А здесь есть. Поэтому... Вот без портретного режима. А вот с портретным. Что еще понравилось? Портретная камера имеет кучу фильтров, довольно актуальных для Инстаграма. Вот, смотрите. Что еще позабавило? Здесь есть гайд по позам. Смотрите, как это работает. Выбираем позу. Подгоняем. Фотографируем. Вуаля! А также тут есть фильтры Face Beauty, доступные для видео. Но пока работают только в разрешении 720p. Снимаем видео. Как вы видите, оптической стабилизации здесь нет. Но, типа, не переживайте. Она есть в старшей модели, которая уже не SE. Если потрясти, мы увидим легкую скачкообразность. Если потрясти камеру. Ой, все. Никаких особых нареканий по экспонированию и фокусировке у нас нет. Учитывая стоимость телефона. Да, немного скачкообразно. Но и цена телефона всего около 300 долларов. Буквы и цифры по железу вы прямо сейчас видите на экране. Но меня больше интересует, как телефон справляется с играми и всякими стресс-нагрузками. Так вот, нормально играть во все можно на средних настройках. Где-то можно даже выкрутить максималочки и тоже будет нормально. А вообще, вот для вас на экране результаты синтетики. Если вы любите синтетику. Ну а вот результаты теста 3DMark. Телефон реально заслужит внимания. Вы видели фото. Видели, как он справляется с разными режимами. Видели, что он делает с играми. И еще прикольно то, что здесь стоит фирменная Funtouch OS на основе 11-го Андрюки. И я прошу заметить, что это всего лишь младшая модель Vivo 20 с буковками SE. А если хотите посмотреть старшего Vivo 20, пишите об этом в комментариях. На этом все. Это канал 21 век. Я Саш Сериков. Лайк, подписка, колокольчик и ссылку отправить маме. Пока-пока.